коллеги вас приветствую сегодня прекрасно не чтобы творить творчество давайте будем творить вернее я даже вам покажу уже результаты своего творения и так сегодня мы будем смотреть как я сделал клиент надо пиев для нашего чат на сигналаре и который собственно состоит из чего я чуть попозже покажу вам напоминаю что лучше всего подписаться чтобы не пропустить новые видео обязательно поставьте колокольчик вам и мне кстати тоже будет счастье и давайте сначала посмотрим что у нас уже было реализовано и что собственно говоря есть и так у меня уже на тот момент когда я начинал делать видео я создал identity сервер и в этом видео я буду использовать identity сервер создал из шаблона который называется нимбл фреймворк ссылка в описании смотрите если хотите используйте если у вас есть уже свой какой-нибудь сервер авторизации то господи это уже ваши проблемы это уже сами решите так в прошлом приложении создал чат и я в этом немножко поправлю чтобы у меня сообщение провалились всем это можете в гитте посмотреть и вот на этот чат у меня уже в прошлом приложение в прошлом видео я сделал консольное приложение которое могло подключаться и в общем то использовать этот самый чат и там через посмотрите видео если интересно сегодня покажу как я сделал допиев клиент у меня задача сделать вам наверное какой-то шаблоны да или ознакомительный материал который вы сможете сами по своему смотрению натягивать дальше ну как бы куда он будет удобнее его натянуть ну и перед тем как начать давайте еще переключу вот на что смотрите у меня есть в блоге некоторый такой шаблон да как создать им допиев приложения по принципу mvm то есть какие сборки поставить я ссылку поставил в описании именно с этого шаблона начинал в гите есть специальный тег вы если вы к себе склонируете то вас будет это приложение вы можете его собственно говоря уже использовать ну и давайте переключимся visual studio я вам покажу в общем то что я сделал вернее давайте покажу сначала как это работает а потом покажу что сделал дам некоторые комментарии ну чтобы не затягивать видео и сэкономить ваше время поехали итак друзья некоторое количество информации про то из чего состоят наши проекты итак это identity сервер это и пи чат ну то есть чат и пиа его этот консоль клиент который собственно говоря сделал в прошлом видео это тот который сейчас открыт и соответственно давайте покажу как он работает это допи в приложении построена по принципу mvm очень нравится мне паттерн и здесь вы видите примерно то же самое что было в консоли но только наверное на белом фоне если так можно выразиться так смотрите я завожу пароль пароль записан там где он записан я запускаю логин на конечно мне сейчас покажется ошибка потому что да я не запустил сервер хотя я вам показал и так смотрите я подымаю identity сервер так давайте его через консольное приложение подыму вот где он ну давайте вот да давайте вот так покажу открываем терминал и говорю dot нет dot нет ну пусть будет ран и здесь выбираем проект и говорим enter сейчас он стартанет сбилдится но смирнее соберется и запустится и будет болтаться в этом окошке очень удобно надо тогда сразу открыть 2 который будет непосредственно и пьем он нам тоже естественно пригодится давайте это уже проделаем пей чат веб и отсюда вот уже открою консольное приложение ну вернее windows терминал dot нет ран и нажимаем специальную кнопочку и запускаем еще и и пей он тоже нам пригодится пусть пока болтается ну и чуть позже нам потребуется еще и консольное приложение чтобы вам показать как это будет работать пока свернул так и так вот у меня запущен иденти сервер вот сам чат и я теперь нажимаю логин так как вы видите немножко поработал identity сервер выдал мне токен ну и соответственно у меня теперь авторизован и теперь могу подключаться к чату но я сделал как бы еще некоторые фишечки чтобы проверить функционал поэтому если я кликну на этот самый как он два так со стокен то у меня произойдет сброс его и я собственно снова стою не авторизованы ну вот чтобы было видно склинул получил токен получается очень легко напомню что я скопировал сбор скопировал папку токен helpers предыдущего проекта а вы можете вынести в отдельный nugget пакет в отдельную сборку просто шарить между проектами или там какими другими способами артефакт передавать ну я просто скопировал папку поэтому прошу меня простить итак я залогинился у меня теперь есть кнопка нажать кнопку который называется connect to chat давайте посмотрим на чат я нажимаю вот произошло подключение прошла валидация токена но и как вы видите я подключен токен провалидирован и у меня есть один пользователь но чтобы показать что это действительно работает давайте открою консольное приложение как вариант вот таким вот образом давайте сделаю по простому я открою вот в этой папке сам вот этот вот где он давайте опять же в терминале откроем это нам больше не потребуется здесь напишу вот таким способом колобонга нет мне нужен как раз экзешник и как вы помните я делал аргументы чтобы можно было подключить юзер и юзер допустим 3 собака ёп ну в хорошем смысле mail.com нажимаю enter вот получился токен вот у меня два пользователя отобразилась но и как видите здесь у меня теперь тоже два пользователя отображается ну соответственно давайте уже раз пошла такая пьянка добавим еще одного пользователя вот и этот пользователь у нас будет так колобонга экзе здесь будет юзер 2 собака ёп нету так вот и up mail.com нет com enter ну и упс не видно ну ладно а не попал ёп ну да конечно я печатался я просто хочу чтобы было видно и вот здесь обновление и вот здесь давайте еще раз на может сказать что специально ошибся и так юзер 2 enter где-то там отработался вот смотрите у меня подключены все три пользователя и и здесь видно это тоже самое теперь давайте вот эти вот штуки поставим вот здесь это нам в принципе не особо важно вот здесь будет тоже видно и еще упс и еще я бы хотел ну прям не так конечно вот так я бы хотел запустить еще один допив клиент и для этого мне нужно сделать следующее я просто к сейчас хочу полностью показать весь функционал а потом пробежимся по коду я хочу открыть папку где он мне находится open папка вот она папка с хочу зайти пинг естественно я мог подключить все клиенты и через допиев приложение ну считаю должным себя показать как раз все варианты но смотрите у меня вот есть user 2 user 1 подключен вот к этому клиенту да я хочу подключить другого пользователя который user 2 и который ну пароль у меня для всех одинаковый делаем вот таким вот образом логин той тебе свернем что было хоть что-то видно вот таким вот макаром нажимаем логин вот у меня пользователь подключился а теперь нажимаем подключить ценой как вы видите у всех осталось три пользователя но теперь у одного пользователя два подключения то есть мы говорили о том что сигнал «Ар» работает по количеству подключения открывает сессию а пользователь может быть один и тот же и теперь соответственно ну для того что было прям совсем интересно где у меня пользователь подключен номер два так это юзер 3 а этот юзер номер два вот смотрите я его нажимаю выход у меня количество пользователей не изменилось вот прошло бы сообщение о том что были изменены количество пользователей не изменилось но если я нажму disconnect в эти вот так чтобы было видно вот у меня пользователь сейчас вышел сейчас зашел ну в общем такая штука ну и соответственно если я буду здесь нажимать пробел как вы помните у меня случайным образом выбирается сообщение отправляется всем то есть и этому же пользователю тоже зачем-то сделано чтобы когда я кликаю вот здесь было видно что у меня работает эта штука что я сам вижу свое сообщение в своем чате в прошлом видео прошу прощения я прошли опал эту штуку вот таким образом получается что у меня вот эта штука работает и когда я нажимаю disconnect у меня все удаляется но я смогу снова подключиться понятно что у меня сейчас сообщение не сохраняются это на вашей совести если вы хотите сохранять или ставить еще какой-то маркер о том что прочитал пользователь или нет это как бы уже на вашей совести хотите делать хотите нет мое дело показать как это работает ну и собственно разброшу токен соответственно я вышел и у меня сейчас осталось два пользователя это можно закрывать ну и соответственно если сейчас здесь нажму выход у меня остался один пользователь здесь больше делать нечего disconnect лагов и в общем то вот такое вот приложение теперь давайте посмотрим что в этого приложения внутри так давайте по закрывая сначала всякую дрянь и так вот приложение которое подключается через dpf я сделал не совсем правильно но зато быстро я сделал все на одной форме на одном в модуле и это на самом деле не есть good потому что вот здесь вот такая вот портянка получилось как вы видите здесь больше ну почти 500 строк и вам придется с этим жить если хотите разобраться как это работает давайте я сверну все это красиво 1 1 кнопкой и так у меня есть shell view model у меня есть view на вьюшку вы уже хорошенечко посмотрели здесь в общем то как в любом другом dpf приложении есть байдинги и наверное там конвертеры всякие разные если будет интересно посмотрите я не особо хочу вдаваться в подробности мне интересно показать вам принцип и так у меня есть connection который храню отдельно и у меня есть метод initialize который создает кнопки и от этого connection а я использую send message и собственно говоря использую еще и connect и disconnect тоже там connection этот используется в конструкторе мне как раз вызываясь тот самый не шалайс который в общем то ничего не делает кроме того чтобы создать команды и до делегат команд я напомню что я использую призм library ссылка опять же скажу в описании мне кажется она очень удобная я давно пользуюсь еще даже на старом dpf и так раз у меня есть команды значит где-то есть их вызов вот у меня команды все перечислены давайте давайте сначала посмотрим как у нас получается токен ничего здесь такого нет я сделал такой же код как и на самом деле в консоль на приложении есть то же самое идет получает токен в общем-то присваивается message то есть если access токен присваивается токе но если нет то в message лист выдается сообщение не могу получить токен сайдентити сервера ну и есть у меня конект то есть после того как я получил этот самый токен отобразился но я у меня переключились кнопки я могу нажать кнопку connect но она вызывается вот здесь вот кнопка connect вот этот самый вызов но и перед тем как проверить что ее можно вызвать нужно чтобы я получил токен и я был не подключен и таким образом получается когда мы получили к но возможность подключиться мы нажимаем кнопку connect у чат здесь настраиваем подключение опять же те же самые настройки как и в консольном приложении я подписываюсь на события также как и в консольном приложении то есть на апдейт юзер чтобы показать список пользователей и send message на отправку пользователей на апдейт юзер я просто обновляю ну то есть сделаю создаю этот observable collection новый юзер лист который является списком пользователей а когда я получаю сообщение то я просто в мы сочли добавляя само сообщение так дальше что самое интересное после вы подключились мы можем отключиться ну и здесь тоже на самом деле все очень просто мы остановим коннекшен делаем из connected фолз значит чтобы у нас все по сбрасывалось и переключились юай и мы делаем диска не диспоуз объекта ну чтобы он не держался потому что мы каждый раз вот как вы помните создаем его на заново когда мы делаем подключение ну и обновляем коллекции то есть сбрасываем их значение в общем тут ничего сложного нету самое интересное это когда мы отправляем коннекшен в смысле когда мы отправляем send message имя пользователя и message берем мы их конечно же из команды send command execute username это тот который к нам пришел после логина и message текст это то что берем с юая ну если интересно можно обратить внимание на некоторые тонкости обработки пасворда да то есть когда мы смотрите да все таки наверно придется показать так чтобы не читалась лишняя гадость смотрите у нас пасфорд это пасфорд бокс и как вы видите к нему никакого бэндинга нету и это делается для того чтобы безопасность там ну сами понимаете все все должно быть секурно ну и как security friendly дасти хотите у нас есть пасфорд бокс но при нажатии кнопки логин я этот пасфорд бокс целиком весь инстанцию а я перекидываю как параметр для логина и поэтому меня в логине то есть вот логин баттон у меня есть параметр который называется пасфорд бокс то есть как раз элемент который я отдаю и где-то тут вот экзекьют когда делается я проверяю что у меня пасфорд не пустой то есть я могу взять у этого объекта свойства пасфорд и проверить если вы не пустой тогда я иду получаю токен на уже упомянутом сервере и если токен я не получил команда прекращается ну а дальше как вы видите я получаю токен записывал поэтому могу выходить входить входить выходить в течение часа пока мне токен не протухнет и этот функционал не реализовывал и опять же скажусь я полностью никогда реализовывал не могу сделать потому что мне не хватает на это времени из-за этого прошу меня простить если у вас потребуется какие-то дополнительные функции сюда в пиндюрить и вы не будете знать как это сделать просто пишите комментарии я чем смогу помогу тут я как бы иду на все на все коммуникации ну по возможности естественно ну и таким образом еще надо сказать что весь этот юай как вы видите опять же сделан неправильно то есть можно сделать и красивее и правильнее в том смысле что разбить это на вьюшки у которой будет каждый свой view model и может быть даже что-то в виде логина картинки это в смысле логина отдельного сообщения отдельного модального окна все это в принципе можно сделать на dpf ну я просто все упростил чтобы было максимально понятно и не затягивать по времени в общем вот такой вот вариант сейчас я положу это в гитхаб вы сможете открыть и поэкспериментировать со всеми проектами и со всеми как они называются клиентами вот ну и наверное на этом все до следующих клиентов подписывайтесь на канал всего доброго и пишите правильный код а Субтитры сделал DimaTorzok